Всем большой привет! С вами снова Александр. И смотрите, что я вам сегодня буду показывать. А показывать я вам буду одну из лучших колясок вообще, в принципе, из существующих. Это колясочка новая, обновленная, от компании Cybox. Прям 3 называется у нас эта версия. И, соответственно, рассмотрим мы с вами комплектацию 2 в 1. Посмотрим, что она из себя представляет, какие есть фишечки, из чего она сделана. Ну и в конце, как обычно, мое мнение. Прям люкс я люблю. Честно скажу, эта обалденная коляска была до этого. И эта колясочка стала еще даже интереснее. Ну, естественно, на цене это тоже отразилось. Актуальные цены и всевозможные предложения по ссылке в описании можете пройти, увидеть. Частенько бывают какие-то заманчивые предложения первой коляски. Поэтому приходите, смотрите. Проходите по ссылке, смотрите. Смотрите, начнем мы с вами изучение с люльки. Что касается люльки, чем она необычная? Она, насколько я посмотрел, на сегодняшний день это самая крупная люлька. Поэтому вот сейчас в зиму, если будете покупать, просто обалденный вариант. Потому что меховой, флисовый, да любой, в принципе, конверт на цельной шкуре. Любой сюда прекрасно поместится. Посмотрите вот внешне, как это все выглядит. Она действительно большая. Что касается материалов, материал изменился. Раньше он был совершенно другой. Сейчас он стал таким более гладким и тактильно чуточку приятнее, как по мне. Кому-то нравится предыдущий, прям тканью. Тут такое дело вкуса, сами понимаете. Но плохой ткань точно не стала. Она стала даже, наверное, получше все же. Вот, козырек. Так, смотрите, что касается козырька, какие у нас здесь есть возможности. Дополнительная секция. Он, кстати, с защитой от ультрафиолета 0.50 стандарт. Поэтому, ой, ух так, UF, по-моему, 50 называется стандарт этот. Так, вот смотрите, есть возможность у нас проветривания. Ну, здесь еще есть такая фишка, которую я не видел нигде, никогда. Если вы кладете ребеночка на животик, смотрите, что умеет эта люлечка. Вот так вот делаем. Раз. Вот ребенок у нас на животике лежит и, соответственно, смотрит у нас на дорогу. Ну, я такого точно никогда нигде не видел. Это круто. Здесь еще такая подушечка в комплекте идет. Сейчас я вам чуть поподробнее покажу. И, соответственно, ребенок может наблюдать. Если жарко, можно, в принципе, это использовать в целях для проветривания. Так что, вот, на мой взгляд, очень необычно. Так что, касается вот этой накидочки, она у нас на замочке пристегивается. Она очень теплая. Кстати, внутри материалы реально классные, очень мягкие и приятные. Она с высоким бортиком, чтобы не задувало. Поэтому зимой прям все закрыто, все хорошо. Так, и давайте сейчас я вам покажу, что она внутри себя представляет. Она сделана, на мой взгляд, просто наишикарнейшим образом. Смотрите, вот у нас матрасик. Матрасик очень толстенький, мягенький. Та подушечка, о которой я вам говорил. Такой бортик своего рода. Но это сложно назвать подушкой. Но вот такой вот мягкий бортик получается. Дно у колясочки у нас деревянное. Для тех, кто только так и никак иначе с этим вопросов нет. И, соответственно, вот эту подушечку можно убрать. И у нас откроется хороший обзор через вот эту вот сеточку, которую они здесь организовали. Вот смотрите с наружной стороны, как это выглядит. По-моему, неплохо. Поэтому вот такая вот забавная, интересная люлечка. Так, теперь давайте с вами перейдем к изучению прогулочного блока. Люлечка у нас здесь получилась просто бомбическая, как по мне. Ну, реально, я такого вообще нигде не встречал. Люлька интересная. Так, снимаем. У нас здесь есть ножички, чтобы мы могли ставить ее на пол. И тем самым не запачкать. Так, к раме мы вернемся, естественно. Сейчас будем с вами изучать прогулочный блок. Прогулочный блок здесь тоже не без изменений. Естественно, материалы поменялись, само собой. Но не только материалы. Так, прогулочный блок. Здесь добавили интересную фишечку. Они заморочились в компании Cybex по идеальной развесовке коляски. Соответственно, когда мы регулируем спинку, тем самым у нас, например, я поднимаю спинку, у меня задвигается сидушка, чтобы центр тяжести не был смещен вперед. Всегда мы находимся посередине. Из-за этого и лучшая управляемость, и ощущения вообще от рулежки будут более приятными, если хорошая развесовка. Так, это горизонтальное положение. По-моему, прекрасно. Подножка, естественно, регулируемая. Все как без этого. Козырек. Вот такой у нас получился. Так, здесь у нас на магнитиках можно открыть смотровое окошечко. Также эта крышечка на магнитиках фиксируется. Можно на замке это все зафиксировать, если не надо. Не всегда же нам нужен максимально закрытый козырек. В хорошей погоде можно открывать, пускай ребенок наслаждается. Вот эта часть у нас тоже убирается и достается. Так, что касается безопасности. У нас мягкие накладки на плечевой зоне и, естественно, на паховой зоне. Посмотрите, здесь тоже все в коже. Здесь как будто карбон. Просто сказка. Так, бампер, естественно, у нас тоже для безопасности установлен. Он у нас откидывается как калиточка и опускается вниз. Это вот самый удобный вариант, на мой взгляд. И что касается отделки, здесь идеальная просто прострочка. Эти кожаные ручки, ну, просто прям пушечка. И вот здесь вот сайбок с платином. Ну, реально, люксовая коляска, что тут ни говори. Так, из интересных фишек, которые есть с прогулочным блоком, в совокупности с рамой. Когда мы, например, подходим к лестнице, ну, вот, допустим, мы пришли в парадную, у нас там три ступеньки, ну, пять. И чтобы взобраться на нее, нам не нужно там пыхтеть как-то с этой коляской, пытаться заехать, держать ее. Здесь есть интересный момент. Нажимаем кнопочку. Все, как тележечку. Просто закатили, тык-тык-тык, и ставим обратно. Соответственно, это можно делать с ребенком. Ребенок не выпадет, не переживайте, все рассчитано. Вот. Вот такая вот интересная фишка. Я ее нигде не видел, ни у одного бренда. Поэтому, как говорится, большой жирный плюс прямо. Вот это вот ремешок страховочный. Ну, мало ли задумались там у дороги, там, со светофора задумались. Чтобы коляска у вас не укатилась, это вот сбережет. Соответственно, ручка у нас регулируется телескопическим образом. Минимизировали люфт. Он есть, естественно, у в любой коляске есть. Но здесь люфт очень уменьшили по сравнению с предыдущими версиями. Ну, он ни на что не влияет. Это заморочки. На самом деле, все нормально. Так, что касается у нас самой рамы. Рама, по большому счету, похожа на предыдущую. Амортизаторы у нас стоят и спереди, и сзади. Это обязательно. Колеса резиновые. Их надувать больше не нужно вообще никак. И плавность хода у нас не ухудшилась. По моим личным ощущениям, плавность хода замечательная. Вот у нас тот самый багажник, который увеличивается. Кстати, адаптеры для автолюльки идут в комплекте. Покупать не нужно будет. А багажник достойный. Если нужно что-то побольше положить, открыли. Не нужно, закрыли. Ну, или положили и закрыли, чтобы не было видно. Конечно, сбоку сеточка все равно видно, но зато не выпадет. Тормоз самый годный. Нажали, и сверху нажали, и отпустили. Так, на спинке у нас здесь есть небольшой, кстати, кармашек. Для какой-то мелочевки. Телефон положить, там еще что-то. По-моему, очень даже годится. А теперь давайте с вами посмотрим, как она складывается. Чтобы ее сложить, нам нужно опустить вот эту спиночку вперед. Она сама упадет. Потом нажимаем здесь кнопочку снизу. И основную большую кнопку. И опускаем вниз. Здесь внизу две кнопочки. Нам просто нужно ручкой додавить до щелчка. И потом поднимаем. Соответственно, вот так у нас в сложенном виде выглядит прям. Можно здесь браться за ручку на самой прогулке. Снизу есть специальная ручка. Поэтому вполне себе комфортно можно все это сделать. И вот так обратно ставим и в путь. Вот. Ну, в принципе, по большому счету, вкратце вам о коляске рассказал. Ну, как по мне, предыдущий прям обалденная коляска. Это прям тоже третья версия прекрасная коляска. Это сделали еще дороже. Еще более люксовая. Здесь вот ручка. Добавили такие хромированные части. И это придает такой эффект, знаете, дороговизны у вещи. И хват такой, знаете, благородный, прострочечка. Все это ощущается, что да, мы понимаем, за что мы заплатили. Мы кайфуем. Мы едем и кайфуем. И едет она прекрасно. Здесь очень хорошие подшипники установлены. Очень качественные. И когда мы едем, вот любую коляску берешь, что-то не то после вот этой. Реально едет классно. Конечно, есть у нее соперники, конкуренты. Но их реально мало. Поэтому, если хотите максимум получить от коляски, вот, пожалуйста, прям три в ваш случае. И такая хорошая понторезочка, на мой взгляд. И по дизайну, конечно, тут дело вкуса. Смотрите сами. Но мне лично очень нравится. Так что добавить мне больше нечего. Если у вас есть какие-то вопросы по приаму, пишите в комментарии. Я постараюсь на них ответить. На мой взгляд, я бы прям вот рекомендовал на все 100%, если есть возможность. Она стоит денег. Вот. Поэтому, как-то так, друзья. Если обзор был вам полезен, интересен, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Это очень помогает для развития канала. Вот. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. Продолжение следует...